Российские дроны – угроза и для соседних стран. Ермак назвал четыре пункта для остановки агрессора. Российские ударные дроны представляют угрозу не только Украине, но и соседним государствам и нашим партнерам. Поэтому страну-агрессора необходимо остановить совместными действиями, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на руководителя офиса президента Андрея Ермака, он отметил, что в своих террористических атаках на украинскую портовую инфраструктуру, целью которых является создание продовольственного кризиса в мире, российские дроны и ракеты также угрожают жителям других государств, Ермак уверен, что это можно остановить сильными действиями. Он предложил четыре пункта для этого, необходимо перекрыть кислород российскому военно-промышленному комплексу. Россияне не должны получать западные компоненты для производства ракет и дронов через третьи страны. Соответствующий план действий группа Макфола Ермака уже представила нашим союзникам. Санкции должны стать более жесткими. Без этих компонентов РФ не сможет производить оружие для убийств, оккупанты не должны запускать ударные беспилотники и ракеты по Украине, их нужно лишить этих возможностей, союзники должны передавать больше систем ПВО, ПРА для Украины. Ставка врага делается на то, чтобы перегрузить нашу оборону количеством собственного оружия и дронов. Соответственно, требуется больше систем, дополнительное вооружение и дальнобойные ракеты для Украины – это ускорение деоккупации наших территорий. РФ должна быть разгромлена на поле боя. Мы должны сделать так, чтобы страна-агрессор потеряла какой-либо потенциал для ведения боевых действий на годы. Это возможно, если разбить их армию и лишить ВПК возможности производить вооружение. Ермак уверен, что только так мы сможем остановить безумную диктатуру, представляющую угрозу всем, что этому предшествовало российские «шахеды», упали и сдетонировали в Румынии во время массированной атаки в районе Измаильского порта этой ночью, напомним, что ночью оккупанты атаковали Украину, применяя несколько волн «шахедов». В частности, они били по гражданской инфраструктуре под Унавиа. Там были повреждены складские и производственные здания, оборудования аграрных и промышленных предприятий. Силы ПВО сбили 17 беспилотников. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.